здравствуйте друзья вы смотрите канал рыбалка финляндии а тогда я и сегодняшний выпуск я хочу посвятить о том как же выбрать себе щучий воблер в магазине я расскажу о типах воблеров на что это влияет как это применяется о тех параметрах которые его которыми воблеры обладают соответственно после просмотра выпуска вы будете четко понимать за что каждый из этих параметров отвечает как это сказывается на рыбалке в условиях применения ну а в конце как многие очень любят я приведу некий хит парад пяти лучших щучьих воблеров на мой субъективный взгляд основанный на моем личном опыте давайте начинать и так сейчас мы нас в интернет-магазине моем кстати кто не в курсе да я открыл финляндии свой интернет-магазин рыболовных приманок и спиннингов и катушек заходите по адресу finfishing.eu здесь здесь вы найдете для себя что-то интересное потому что товар для финляндии уникальный здесь такого нету это знаменитые воблеры мегабас и бейтс брендов а также потом 21 косодака блесный вильямс и многое другое и так давайте начнем первый основной тип воблера это минул минул воблеры они вытянутые такие напоминают ряпушку или уклейку основной тип кормовой для хищников непосредственно финляндии 80 процентов времени я им использую именно минул воблеры и они наиболее на мой взгляд все-таки в среднем уловисты почаще на них плюет как-то больше в них верю они более управляемые позволяет больше вариантов проводок применить больше возможности игры с ними и придания им различных поведения скажем так различного поведения и наверное там мы этим обусловлено их максимальная популярность среди всех типов воблеров да в частности у меня вот это вот понтон 21 огорон больше на трофейную щеку то он 140 размер есть поменьше они также поэтому воблеры минул как основной вариант и чаще всего их применяют на мелководье на каменных грядах не очень глубоких реже они используются как глубинные они также есть за это отвечает лопатка длина лопатки об этом чуть позже как о параметре значит минул воблеры как основной вариант лаули щуки второй тип воблеров это воблеры типа шед вот это у меня понтон 21 deep ray у него длинная лопатка но шед и также бывает с короткой лопаткой это уже на погружение зависит далее это рассмотрим а значит форма шед она более такая в виде капельки сделано похоже спинка увеличена вверх и это позволяет такая форма максимально быстро принять погружение на выход на нужную глубину поэтому лично я чаще его даже использую как именно глубинные версии которые позволяют быстро ему заглубиться скажем поверхностные они также бывают поверхностные но в общем-то по поверхности чаще все-таки воблеры минус использую и так это шед вариант следующий воблер это воблер типа fat вот у меня такой вот он видите он по бокам не сплюснутый как шед да вот шедом ровненький идет of it он такой как совсем толстячок скажем так он наиболее шумный из всех воблеров как по вибрациям так и по внутренним внутренним внутреннему устройству подшипников и как там распределены все элементы внутри воблера а я предпочитаю его используют именно для троллинга в первую очередь они на мой взгляд именно в троллинге проявляется максимально эффективно вот это у меня модель как асадака орб dd очень кстати неплохой троллинговый вариант собственно даже в общем то такой универсальный и щука и судак у него хоть неплохо ловится его также крупный окун пойдем дальше следующий тип воблеров это крэнк они как правило не крупные и вот так же имеет вот такой вот форма в виде капельки погони что-то наверно среднее между в этом и шедом поэтому ну основной вид их ловли эффективность именно в равномерки как правило равномерной проводка ведут в отличие от мину который мы можем рывковой проводкой вести с паузами крэнк джей наибольшей эффективность проявляет на мой взгляд субъективный возможно под другого под именно в равноверной проводке это ловля судака и первую очередь окуня конечно же но щука тоже нередки гость даже не такое несмотря допустим вот это вот косодака ривен малюська совсем размер 50 и вот на такой очень часто щучка берет и неплохая даже это что касается крэнков вопрос в какую погоду допустим что-то применять здесь я из этих типов если выбирать то есть у меня базовый я всегда ловлю обрывами но но если там у меня что-то чувствую что выход на него был потом перестал самое время попробовать как раз сменить тип и попытаться за счет того что смены игры и шумовых эффектов привлечь хищника следующий тип это составные воблеры на кто-то их называют свимбейт и вот очень они красиво играют во время проводки прямо равномерка для них прекрасный вариант или потяжками ловить и и обязательно с паузами когда допустим даже в жару в летнее время воблеры мину могут хуже работать вот составники меня выручает именно в это время в данном случае то у меня корт с аж к садака компания моделька корт с аж 75 ф плата всплывающий то есть я бы рекомендовал все таки составники брать либо всплывающий либо тонущий так как вот именно на паузе дополнительные какие-то такие элементы что он всплывает или тонет еще могу спровоцировать все-таки в жаркое время почему-то у меня который сп вариант когда он держится на определенной глубине просто зависает меньше у лично у меня меньше поклевок поэтому это составники следующий тип воблера это поппер поппер имеет спереди вот такой вот плоскую или вогнутую конструкцию которая позволяет бульки создать на поверхности воды он всегда поверхностный и прямо по поверхности идет соответственно выйдет ловите рывковой проводочкой такой ведете один ударчик паузы или два ударчика пауза как только кто как предпочитает можно играться менять эту проводку соответственно вот вариант поппер он используется в основу жаркое время а вот этот некрупный прекрасно работает по окуню ну и щука тоже не редкость на поппер и наверно максимальное удовольствие удовольствие ловить щуку или окуня так как вы видите поклевки рыба прям выпрыгивает из воды хватает замечательно однако много промахов поэтому иногда это немножко кого-то раздражает в том числе меня бывает но зато удовольствие от поклевок все равно максимально следующий вариант это наверное последний на сегодня это ратлин вот так он выглядит у него крепеж происходит сверху карабина соответственно он как правило тонущий и достаточно быстро тонущий что позволяет нам провести его на той глубине на какой мы хотим соответственно там где глубже мы даем побольше паузу он заглубляется и потом его потяжками я чаще всего потяжками ловлю то есть мы потягиваем спиннинг подкручиваем потягиваем подкручиваем но можно и равномеркой и даже его подергивать можно твичинговой проводкой рывковой зато он позволяет нам вести вдоль дна допустим на каком-то расстоянии там где обычные воблеры еще попробуй загони их на эту глубину или осослобенность у нас рельеф вверх вниз рех вниз мы можем потянуть и зная как идет рельеф примерно дать ему скажем так в такие в какие-то ложбинки даже заглубиться и выманить оттуда хищника кроме как колебалкой допустим я даже не знаю какая еще может быть приманка которая позволит это сделать ну вот собственно ратлинг это позволяет значит по типу воблеров наверное все следующего наиважнейший параметр на второй по важности можете 1 даже это заглубление то есть на какой глубине рабочая глубина воблера при проводке куда он заглубляется соответственно градация этих мама как это маркируется на воблерах вот на экране я сейчас выведу здесь табличку увидеть на какую глубину при каком параметре как правило выходит в обер соответственно за это как правило отвечает длина лопатки вот с частностью дать мину который огорон он по моему на метр заглубляется при такой лопатки deep break примеру да увидите лопатку какая она заглубляется до четырех метров насколько я помню вот эта модель к соответственно вы твичить глубинный воблер который с большой лопаткой во первых либо вам нужно гораздо более мощный спиннинг потому что лопатка создает большое сопротивление и соответственно спиннинг будут будут быть более мощный чтобы он не проседал при рывке и выбор именно сделал тот рывок который нужно поэтому ну и редкая честно говоря твичу глубинные воблеры что я предпочитаю что таки спиннинг более мне был тоненький мягкий чувствительный поэтому я как правило глубинные воблеры провожу равномеркой или с паузами stop and go так называемая проводка в то время как воблеры которые идут скажем до двух метров я частенько твичу либо вам поставлю просто меньше воблерок тогда его можно будет твичить эффективно чтобы но работал так как нужно значит длина лопаткой и вот эта градация в метрах следующий параметр очень важный это плавучесть воблера вариантов в данном случае только три первый это f маркировки в названии воблера f означает floating всплывающий то есть воблер когда он вы его ну ведете какой-то проводку не есть основная глубина допустим метр давайте вот как раз возьмем так пусть метр будет у нас огорон если он всплывающий то вы сделав паузу он у вас начинает подыматься почему это важно и нужно например если вы ловите на небольшой глубине а под низом и растет трава и вы чувствуете вас воблер начинает например уже цеплять траву которая внизу выдали паузу и он у вас приподнялся и опять ведете он опять начинает потихонечку идти и заглубляться отдав паузу опять выходит таким образом можно регулировать глубину проводки даже вести воблер там даже где он принципе должен он идет глубже а вы можете сможете провести выше конечно можно и спиннингом вверх подтвичивать да вы выводя воблер повыше ну скажем одно другому не мешает можно чередовать и комбинировать и вместе использовать эти элементы кроме плав всплывающих воблеров есть называемые суспендеры маркировка это sp идет название воблера это значит что выбор при остановке он так и остается на этой глубине то есть он четко идет своей глубиной а третий параметр это с значит syncing это значит тонущий соответственно вы можете дав паузу ты под заглубить воблер даже глубже той глубины на которые он рассчитан это вот что касается плавучести воблера ну еще буквально пару параметров игра попроще и на ней с не утомила сильно это конечно же длина воблера это важно для понимания какую рыбу мыло им все таки на длинный большой воблер гораздо реже допустим маленький окушок берет чем на маленький например соответственно по трофейную щуку желать желательно покрупнее воблер конечно от времени года зависит то есть в названии воблера всегда присутствует размер его в миллиметр допустим вот опять вернемся к агарону это 140 миллиметров это 14 сантиметров от его соответственно на щуку я предпочитаю ловить от 100 миллиметров размер до собственно 160 которым обладает допустим мегабас каната максимальный мой оберт насколько мне известно в летнее время я предпочитаю использовать от 100 до 120 за исключением случаях где я знаю что много трофейные щеки там я могу уже и летом от 130 140 его вера использовать например уже весеннее и осеннее время я стараюсь покрупнее все таки использовать воблеры которые 130 140 и повторюсь а летом чуть поменьше и еще один последний наверное параметр это вес воблера он бывает разный соответственно чем крупнее он как правило тем он тяжелее это нужно понимать еще также если у вас есть ну спиннинг у вас посильнее пожестче желательно конечно использовать более тяжелые воблеры чтоб они ну нормально забрасывались на достаточное расстояние иначе если у спиннинг достаточно жесткий и шнур тоже толстый и вы кидаете какой-нибудь маленький воблер очек вот наподобие вот такого да но летит он прямо скажем не очень далеко потому что он и легкий сам по себе и шнур у вас плюс спиннинг достаточно не длинный и жесткий соответственно более воблеры которые пойти для них лучше использовать потяжелее воблер и побольше например вот такой вот ну и наверное на мой взгляд самый неважный как многие конечно считают что цвет это архиважное на первом чуть не чуть ли месте стоит я все-таки считаю что важнее при ловле щуки это правильная подача приманки и и правильно проводка цвет уже дело вторичная да может она каким-то там не в незначительным образом влиять это мое субъективное мнение потому что много раз у меня воблеры которые меняли даже свой цвет от того что они уже были все использованы из краска полностью снималась и ловили они также замечательно как и раскрашенные поэтому от повторюсь важно что пробой воблер просто был правильный рабочий из правильной проводкой с правильной подачи в нужное время в нужном месте на этом наверное по параметрам и типам все думаю теперь если вы захотите приобрести какие-то приманки в моем магазине вам будет понятнее где это смотреть на что какие параметры обращать на какие внимание и заключение я хотел бы некий хит парад приманок своих свои личные принципы предпочтения вам рассказать и почему собственно эти воблеры и на мой взгляд в чем их преимущество и замечательные качества и так на пятое место я поставил бы классический именном воблер это касадака и он по почему он вошел в список моих лучше хотя вариантов много и в принципе и достаточно давно я ловлю на этот воблер в давние времена еще много лет назад часто его использовал он хороший именно по соотношению цена-качество то есть за те деньги которые он за него просит эффективность от него результат который он дает один из самых лучших конечно и по качеству исполнения есть в облере чуть получше но это уже идет сразу другая ценовая категория поэтому если вы ищете что-то бюджетное вот касадака и он как классическая миноха один из самых лучших вариантов это пятое место в моем рейтинге место номер четыре я дам просто превосходнейшему воблеру это мегабас vision вантен вот глядя на него как он сделан его формы цвета крючки и раскраска такое ощущение что это произведение искусства они в общем-то воблер даже жалко его в озеро-то кидать честно говоря хочется поставить в рамочку и жопу радовал глаз поэтому на самом деле если вы хотите при этом он еще и классно ловит подарок сделать кому-то и порадовать вашего друга или кого-то из их знакомых вот как раз в антен наверное на мой взгляд он произведет максимально положительные впечатления и и вау-эффект скажем так потому что исполнение просто шикарнейший мегабас молодцы в этом плане данный воблер идет несколько глубже где-то метр-полтора поэтому в самых мелководьях его сложновато использовать использовать поэтому здесь у его основное применение у меня это именно каменные гряды там мне или какие-то свалы начинающиеся стоит обловить и либо где рядом с тростником сразу резкая глубина идет вот это его стезя его стихия и здесь он один из лучших почему он только 4 первую очередь за цены то что мегабас достаточно дорогие воблеры у них такая не слабая закупочная цена но опять повторюсь видно за что эти деньги уплачены скажем так то есть эстетическое удовольствие эффективность в одном лице это мегабас vision вантен и легендарнейший воблер признанный многими вот на просторах интернета и так третье место я бы хотел отдать вот этому замечательному также легендарному воблеру это хамсин компания zip baits есть разные варианты его исполнения это самый крупный 105 это шед как видите видимкой вытянутый высокий и отличнейший вариант на трофейную щуку применять можно в принципе везде кроме кроме самого-самого мелководья где там до полуметра там его не применишь в остальных всех местах у меня также есть немало видео на канале где хамсин себя показал во всей красе я начну номер три моем рейтинге итак второе место это понтон 21 каблиста тоже очень известнейший воблер на просторах интернета классическая миноха вот допустим вот у меня здесь размер это 105 вот для летнего времени в жаркое время когда щуки все-таки в целом немножко склоняется к мелким приманкам тоже немало и на него ловил и на мой взгляд он именно как классический некрупный воблер от настолько универсален что ну сложно подобрать ему замену и тем более что по цене он наверно поцелать про соотношение цена-качество и ловистость по разному типу вид рыбы именно в летнее время ну наверное самый такой универсальный самый большой универсальность из всех воблеров скажем так то есть если вы хотите одним воблером поехать на рыбалку взять что-то такое одно и не перебирать 150 приманок и при этом рассчитывать на максимальный эффект от одного воблера вот наверное такой вариант я бы вам посоветовал каблиста понтон 21 ну и первое место легенда легенд возможно по мнению многих воблер номер один в принципе я считаю что это действительно так это zip base orbit здесь это у меня 130 размерчик по трофейные щуки да и не по трофейные тоже один из самых эффективных воблеров которые вообще когда-либо использовал до достаточно дорогой он однако поверьте вот после первое что я поставлю особенно когда плохой клев если уж этот воблер как раз тот про который можно сказать но если уж на него не клюет то я не знаю в общем то наверное это вот как раз про него в редких случаях бывает что на него ничего нет но тогда точно не на миногу скажем так стоит что-то подбирать миноу воблеров просто может не берет не берет в это время хищник тогда можно подобрать какой-нибудь фэт или попробовать или крэнк покидать да но скажем из миноу воблеров это наверное мой любимый фаворит номер один давно и эффективность его всеми и вся и вся годами и десятилетиями в интернете на просторах интернета уже подтверждено поэтому номер один зигбейтс орбит на этом все спасибо за внимание надеюсь этот выпуск был полезным для вас не забывайте заходить мой магазин и подписываться буду рад всем пока